Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня я хочу осветить такую важную тему, как БАДы. А название видео будет таким. Так всё же ясно, БАДы! Мол, всё это ерунда, всё понятно сразу. Я всегда за честность, прямо и открыто хочу осветить эту тему. Последние годы у многих людей возникла стойкая и упорная аллергия на БАДы. Но не та аллергия, когда при употреблении БАДа возникает какая-либо сыпь или отёки, удушья. А когда при употреблении слова БАД или биодобавкой, этих людей от злости переворачивает. И у них отключаются мозги. И вместо того, чтобы выплеснуть свою злость на фарминдустрию, они выпускают её часто на тех, кто противостоит как раз этой фарминдустрии. Но у них при слове БАД абсолютно отключается логика, аналитика, ну, просто говоря, соображалка. Я уже снимал видео на схожую тему, а всё понятно, реклама. А сегодня я поясню вам и докажу всем, кто ещё способен мыслить и соображать, что БАДы бывают разными. А главное, почему честным производителям БАДов в наши дни приходится, именно приходится, регистрировать свои лечебные, лекарственные, природные и действительно натуральные препараты, именно как БАДы. Для этого я зачитаю вам отрывок из одной книги моей коллеги, кандидата биологических наук и хозяйки нескольких компаний по производству лечебно-грибных препаратов Филипповой. А после просмотра этого видео я попрошу написать прозревших, очнувшихся, тех, кто бездумно обижал ранее этими своими нападками, вместо благодарностей, порядочных людей, глумливо и нахально обвиняя их в производстве и продаже БАДов, обвиняя по своей вере в их якобы бесполезности этих БАДов. И даже в обмане производителей БАДов. Хотя еще раз скажу, БАДы БАДам рознь. Я против огульности и охаивания под одну гребенку. Напишите, дорогие товарищи, и вообще, вот все напишите, какие чувства у вас возникнут после просмотра этого видео. И я надеюсь, что вам будет что сказать и высказаться под этим видео. Кстати, заодно вы поймете, почему такой диссонанс происходит, что мы заявляем и говорим, что лекарственные, лечебные, грибные препараты, которые зарегистрированы как БАДы, нужно принимать либо до еды, либо после. А в инструкциях на баночках-коробочках написано, что во время еды. А вы ведь спрашиваете про это, не понимаете, почему такие противоречия? Удивительного ничего нет. И ответом, в том числе на десятки таких нюансов, будет этот зачитанный мной отрывок. Кстати, вы узнаете и о том, что БАДы тоже проходят и доклинические, клинические исследования, испытания. Эх, люди, в каком мире вы живете! Хочется вот таким из вас сказать словами Достоевского через его героя из романа «Подросток» Версилова, ответившего очень тонко и находчиво одному наглецу военному, который сказал, что мы живем в благоустроенном обществе. Впрочем, сами вспомните то, что ответил Версилов этому наглому взорвавшемуся солдафону. Военные, не обижайтесь, никакого к вам нормальным военным. Солдафоны, сами понимаете, о чем я говорю, отношения не имеют. Назовем другим словом, долдоны. Ну, а я сейчас зачитаю вот из этой книги, а меня спросят наперед, скажу, называется «Грибы против рака», эту статью. И по ходу прочтения буду давать комментарии свои, аналитику, буду пояснять некоторые очень важные нюансы. Ну и так, поехали! Будьте внимательны, вникайте. Очень важная информация. В СССР выпускался очень известный и любимый народом грибной препарат бифунгин. Кстати, сейчас это был бы БАТ, а не лекарственное средство, как ранее, в наши-то дни. Тогда он был действительно натуральным и эффективным. В 1950-е годы производили и еще один препарат, натуральный антибиотик, медузин. Это вытяжка из чайного гриба. Это было прекрасное лекарство, эффективное и мягкое, но вскоре выпускать его стало невыгодным из-за слишком высокой стоимости по сравнению с синтетическими тетрациклинами и пенициллинами. Понимаете? Вот уже многое должно быть понятно, если даже вы об этом раньше никогда не задумывались. Хотя вспомните, в каком обществе, мире вы живете. И, кстати, подумайте еще об одном очень важном нюансе в этой связи. Вы часто говорите, что дорого, препараты натуральные, лечебные и так далее. И сравниваете их с чем? С аптечными, типа аналогами, как мне тут про дегидрокварцетин кое-кто писал, я просто в шоке, что с людьми стало. А народ искренне верил, что синтетическая фармацевтика работает на благо. Ну, люди привыкли думать, естественно, что раз продается это где-то в магазинах, в аптеках, по аналогии с продуктами питания, нынешними пластиковыми синтетическими, то люди думают, ну, коли продаются, значит, это проверено, разрешено, значит, это все для блага, но, по крайней мере, не во вред. Так вот, что синтетическая фармацевтика работает на благо, выпускает дешевые синтезированные препараты, и что медицина тоже, прежде всего, заботится о здоровье, а не преследует какие-то свои цели. Всего два натуральных грибных препарата, но никто не навешивал на них ярлык биодобавка, и это были натуральные лекарственные средства. А скажите, а они перестали сейчас, коли они сейчас не считаются официально природными лекарственными лечебными средствами, перестали ли они быть таковыми по факту, только лишь потому, что какие-то сволочи из чиновников от медицины в этом расписались, а? Сейчас природные лекарства, экстракты и вытяжки из трав и грибов, мы, производители, обязаны сертифицировать как БАТ, а лекарственные препараты не имеем права делать из-за отсутствия, внимание, протокола для натуральных лекарств. Олигархи от синтетической фармацевтики делают все, чтобы задушить производство природных лекарств, постоянно дискредитируя натуральную фармацептику через своих продажных агентов, которые по телевидению об этом толдычит постоянно, и получают, безусловно, хорошие проценты за продажу населению пациентам различных фармацевтических, так называемых, лекарственных средств. Вы об этом думали? А некоторые из вас горой за них встают. Все, что официально, это свято. Слушайте дальше. В российском законе о рекламе некие деятели западного фармбизнеса даже пролоббировали, ну, у нас в стране, положение о том, что делать указание на натуральность и естественность природного происхождения препарата запрещено. Как вам такое? То есть сейчас потребитель не может узнать, какое средство ему предлагают, искусственное или натуральное, только потому, что законодательство не разрешает производителям указывать это на упаковке. Ну, кстати, как и недавно было еще запрещено собирать в лесу хворост сельским жителям. Ну, как запрещено ягоды, грибы, больше какой-то положенной меры собирать. И много чего запрещено, то, что, по сути, несправедливо и безнравственно. И такая ситуация не проявление глупости наших законодателей. Это абсолютно продуманное и выверенное действие, целью которого уничтожить натуральную медицину. И именно потому, что люди перестали слепо доверять синтетическим антибиотикам, синтетическим витаминам, убийственной гормонотерапии и калечащей химиотерапии. Этот закон уже сделал свое черное дело. Обанкротились множество мелких производителей натуральных препаратов. Их задушили штрафами. Например, упоминание на этикетке, что зверобой обладает антимикробными свойствами, что абсолютная непреложная истина. Это облагается штрафом от 45 тысяч до 500 тысяч рублей. Казна после выхода данного закона пополнилась существенно. Народ не получил множество натуральных лекарств. Исчезли многие замечательные натуральные препараты. Однако это не говорит о том, что данные названия исчезнут вовсе. Нет, такого не произойдет. Крупные фармацевтические фирмы уже выпускают синтезированные препараты так называемого растительного или натурального происхождения. Рыбий жир сейчас, например, производят и поставляют на отечественные, в том числе, рынок. Много зарубежных компаний специально для России. Золотые капсулы, наполненные синтезированным олеиновым маслом, обогащенным токоферолом. Это формула витамина Д. Синтетики хватит на всех. Но только натуральные препараты тихо, без излишнего шума заменяют синтетикой. И нигде этого не указывают ни на этикетках, ни в инструкциях. А также закон запретил выносить на этикетке слова натуральный, природный, естественный, синтезированный, синтетический. Зачем покупателю знать, из чего произведен данный препарат? Ну как, не слабо? Вы поняли глубину и степень того ужаса, в который нас погрузили, причем во всех сферах жизни? Радуйтесь, хочу я сказать, любителям халявы, что, мол, вот, а, такой-то препарат фирмы, такой-то стоит в разы дешевле, чем, там, например, у вас. Имею в виду, прочтя всего лишь название какого-то вещества, ну, как сейчас было с дегидрокварцетином, когда стали писать, вот фирмы на букву Э, там дешевле в разы, вот капилар какой-то там и так далее. У вас мозги вообще есть? Вообще не в теме, что, во-первых, даже знаете, до чего крупный бизнес доходит? Что даже действующее природное какое-то вещество или его часть какая-то, а обычно это синтетический аналог, ну, допустим, натуральный, уменьшают в разы от написанного, потому что безответственность полная. Я уж не говорю про беспредел и вашу глупость в том, что вы верите в то, что название есть, значит, это то же самое, что с людьми происходит. Вы в своем ли уме? Но, впрочем, чуть дальше еще подробнее на эту тему. Вот почему мы, производители натуральной грибной продукции, ответственно заявляем, мы выпускаем натуральную продукцию со сложной технологией экстракции. Это действительно настоящие грибные лекарства. И то, что нас заставляют сертифицировать их как биодобавки и пищевые добавки, ну, то есть БАДы, а затем писать на этикетках очевидную ложь, что, мол, это не является лекарством, принимать как добавку к пище. И не разрешают давать указания на натуральность и эффективность. Необходимо знать не только узкому кругу людей. Это должно быть известно всем. Следует знать, как вводят в заблуждение, если не сказать больше, спекулируют на здоровье людей. Не так ли? А вы еще спрашиваете, почему на этикетках написано «принимать вместе с едой». Потому что добавка в пищу официально по регистрации. Но по сути, по факту, это лекарственный препарат, лечебный. А любые лечебные лекарственные препараты, как правило, надо принимать либо до еды, либо после, скажем, за 30-20-10 минут до еды, либо через 30-40-50 после. Люди, учитесь думать, соображать, читать между строк. Ложью являются утверждения, что БАД не проходит клинические испытания, поэтому их регистрируют таким образом. Это вас вводит в заблуждение. Практически все натуральные БАДы проходят доклинические испытания, клинические. Наша фирма проводит обязательные доклинические и клинические исследования всей продукции. И результаты этих исследований вполне открыты, если, конечно, они не содержат важную информацию о технологии производства препаратов. С ними можно ознакомиться на наших сайтах, в материалах конгрессов, по микологии и фунготерапии, а такие проходят каждый год, и не только в нашей стране, а во многих странах мира, во множественных статьях и научных популярных журналах. А на вопрос обывателя, если у вас такие замечательные препараты, то почему же их нет в каждой аптеке? Ну, это хочется сказать человеку. Вменяемый ли ты, гражданин, как такие вопросы можно задавать? Как? Это что, из нефти, что ли, делается, чтобы они везде были? И на всех их хватало? Отвечаем следующее. На всех хватает только синтетики. И при всем желании огромными объемами грибные препараты продавать не сможем по одной простой причине. Недостаточно грибного сырья. На экстракт 10 грамм трутовика лиственничного нужно полтора килограмма самого гриба. А 15 миллионов килограмм трутовика не собрать и за 10 лет со всей Сибири. Понимаете? Поэтому стоит задуматься, покупая какой-нибудь препарат, имеющийся в каждой аптеке, как при таких количествах он может быть натуральным или околонатуральным. А вы чего-то еще по ценам сравниваете? Вы в своем ли уме? Чем меньше натуральной продукции будет, тем дороже она будет стоить. А вы, голосуя своим рублем за химию поганую, убивая из себя своих детей, там, родителей и так далее, вы поощряете и поддерживаете пагубную, смертоносную фармацевтическую индустрию. Ну и в самом завершении скажу. Да, мы в том числе продаем большое количество очень важных, качественных, так называемых БАДов. Многие из них, как лекарственные средства потенциально, разрабатывались еще в СССР, начиная с 70-х годов и раньше. Это и тот же самый дегидрокварцитин. Это та же серия Т8 Тайга, которая содержит в своем составе, в том числе такой антиоксидант, как полипринолы различные. Это реально действующие, рабочие, лекарственные компоненты, которые очень важны для профилактики и лечения тех или иных заболеваний, которые создала природа, а человеческий гений только смог выжать чистую, лечебную, концентрированную форму для более качественного, скорого, быстрого излечения. Этим знаниям тысячи лет. Это и есть натуральная, самая настоящая, традиционная как раз медицина, идущая от Гиппократа и до него от других древних, но не таких известных, ученых и целителей. Да, и кто еще не смотрел, у кого есть аллергия на рекламу, вот это мое видео, еще раз советую, посмотрите. Все понятно им. Реклама, мол. И да, я рекламирую свои качественные продукты и товары. И на нашем сайте nadgar.ru вы можете их купить, я гарантирую их, не только бумажками, сертификатами, исследованиями и так далее, а еще и своим именем. И не потерплю глумления, хамства, наглости и выпендрежи, потому что не терплю глупости человеческой и подлости. Ну а всем хорошим, честным, порядочным людям я хочу пожелать крепкого здоровья, здравомыслия, ну и если сочтете нужным, покупайте на нашем сайте наши прекрасные товары, продукты и обязательно почитайте такой раздел на нашем сайте по продуктам, который называется «Ваши отзывы». Посмотрите, что пишут нам и вам. Такие же люди, как и вы. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!